Друзья, всем привет! Приветствую, друзья! Добро пожаловать на наш канал! И сегодня наше видео мы начинаем с распаковки посылки. Не потерянной, а чудо-посылки. Мы посылки с сайта iHerb называем чудо-посылками, потому что там можно заказать кучу-кучу очень крутых... И очень полезных вещей. Вещей, да. Каждую осень нам приходится на сайте iHerb заказывать много всего. И в этом году это не исключение. Просто раньше мы как-то не снимали, а в этом году поняли, что вам очень это понравилось. Ведь многие из вас покупают то же самое, что и мы заказываем. Основная причина покупки вот этой посылочки, вот этих товаров, это, конечно же, наши дети. Во-первых, у Коли сейчас начнутся руки. У него прям вот с осени... Влага, когда спадает, воздушная. И именно в школе у него проблемы экземы на руках. Экземы или очень сухая кожа, такая, что аж прям просто жуткая. Он пользуется этими... А вина, крем... Ну там он не крем, он лосьонный. Да, но он ему помогает, увлажняет, но все равно до конца не исцеляет. Конечно, можно использовать гормональные мази, но я вот такие вот мази на iHerb нашла. Хочу прерваться и сказать, что все, что я здесь заказала, такие отзывы, что просто вот закачаешься. Потому что мы сами проверили. Особенно вот это, да? О, это вообще чудо. Вот это, да, просто вот эти вот все, практически все, что мы покупали, это все чудо. Ну и заказала две вот эти мази. Натуральные, без каких-либо химических, там, синтетических добавок. И смесь трав здесь, в этих мазях. Первая, вот эта мазь, она от экземы, от геморроя, от разных воспалений на коже. Это чудо действующее, отзывы о ней очень хорошие. Читай про эту мазь, я перевела на русский язык сразу. Лечебные свойства порошка желтокорня и мировой смолы объединяются, чтобы создать самую эффективную дезинфицирующую мазь для псориаза, экземы, геморроя, ожоги, инфекции. Порезы и ран, царапины, сухая кожа и так далее. Порошок желтокорня, наверное, желтый корень какой-то, и мировая смола. Да, это основные ингредиенты вот в этой мази. И будем лечить руки Коли вот этой вот мазью. Давай откроем, какую-нибудь там консистенцию и покажем. Она как... Обычная мазь. Как вазелин. Ну, консистенция обычной мази. Да, вазелин как будто бы... Так, а запаха вообще нет. Сейчас, или вообще нет. Ну, потому что это натурально, никаких синтетических добавок. И там, кстати, было написано, что никаких животных добавок, животных жиров и все такое. Все травяное, все натуральное. Такая вот супер мазь. Ссылку на эту мазь я оставлю под видео. И переходим к вот этой мази. Тот же производитель и также травяная мазь. Но у нее другое предназначение. Здесь основной компонент алоэ вера и еще что-то. И вот это очень хорошая штука для заживления ран и для против прыщиков на лице. Сейчас мы ее откроем. Она практически так же выглядит. Тоже жирненькая консистенция такая. Только она более... Чуть-чуть другая подсветка. Да, из того, что алоэ вера здесь зеленовато. А там желтый корень. Вот. Тоже... Запах такой чуть-чуть приятный какой-то, растительный. Есть немножечко. Тоже на ночь на лицо наносить. Лечебная мазь вот такая. Сейчас про нее Вова почитает вам. Я ему дам также перевод. Кстати, вот эту мазь я никогда не покупала. И оказывается, здесь больше трав, чем я думала. Не только алоэ вера. Давай, читай. Окопник, зверобой, календула и алоэ вера. Это мощное сочетание очень нежных трав. Наиболее эффективное для успокоения ожогов. Солнечных ожогов. Сыпи, апрелостей, укусов насекомых. И потрясающий... О! Потрясающий читай. Отлично. И потрескавшийся ей сухой коры. Потрескавший перевожу. Потрескавшийся. Потрясающе потрескавшийся. Потрясающе. Вы будете удивлены, как быстро он успокаивает. Окей. Отзывы тоже очень хорошие. Про эту мазь решила попробовать против ранок. Наверное, все-таки девочкам дам попробовать на лицо. Я, кстати, вот эту вот в прошлой распаковке жидкость от прыщиков Соне дала и работает, помогает. А вот это будет у нас еще экстра, так как у нас три подростка. Ну как, три тинейджера у нас получается сейчас в семье. И хватает заботы и проблем с кожей и со всеми делами. В связи с этим и еще в связи с тем, что... А что-то так много у меня всего тут. У тебя что-то только каких-то мыл много. Так как... Да, я забыла сказать, что там сейчас на Ахерб у них акция. Из-за того, что у них юбилей только 28 лет. Слушай, а может быть такой, что им 28 лет уже? Откуда я знаю? Какой у них у вас... У них скидка... У них скидка 28% на некоторые товары. Не на все, но на многие. И вот эти вот... Это мыло. Я давно их хотела заказать. И что-то у меня никак руки не доходили. А сейчас дети пошли в школу. Хочется, чтобы проблемы с кожей было меньше. И как раз скидка была. Думаю, дай-ка я закажу. Ну, все совпало. И решила заказать мыло. Давай вот это сначала открывай. Африканское черное мыло. Не знаю, слышали ли вы про это или нет. Но я знаю, что это очень крутое мыло. Увлажняющее, ранозаживляющее. И, короче, тоже против прыщиков. Против всего. Кожа после нее мягкая, чистая, увлажненная. И прыщики проходят. Он пахнет приятный, ненавязчиво. Ну-ка. Ой, как хорошо пахнет, правда. Приятный запах. Вот такое вот черное мыло. Брусок. Я сейчас про него тоже вам почитаю. Вернее, Вови, да, он прочитает вам про него. Заказала по два бруска в две ванны детские. В Колину и девчонка. Чтобы мылись. Вот. Сейчас про него прочитаем. Что там, кстати, в составе что-нибудь написано? Я знаю, что здесь точно есть сушеный поддорожник, алоэ, экстракт розмарина. Короче, здесь много чего содержится. Нет, тут написано для чего? Хорошо для купания, для душа и для шейвинг, для бритья. Не надо использовать крем для бритья. И потом прыщиков никаких не будет. Ну, в смысле, это раздражение не будет, наверное. Может, надо было больше заказать? На, вот, почитай. Я нашла информацию на русском языке об этом. Черное мыло, также известное как африканское черное мыло. Это традиционное мыло, изготовленное в Западной Африке с использованием натуральных ингредиентов, таких как кожица подорожника, стручки какао, пальма, ядровое масло и масло ши. В отличие от обычного мыла, оно не содержит агрессивных химикатов и искусственных ароматизаторов. В детскую ванную положим. Может, надо было нам тоже себе попробовать заказать. Что-то как-то по-насу не подумала. Два, да. И другое. Манго и... Как его? Куркума. Это противовоспалительный. Здесь также еще витамин Е, масло Щи, алоэ, авокадо. Джо-Джо-Ба масло, какао-баттер масло, какао-масло и тоже розмарин. Но здесь еще должен быть этот... И еще куркума там. А куркума это естественное противовоспалительное средство. Про это мыло очень хорошие отзывы. Говорят, и пахнет хорошо. И так же. Что ж такое? И против... Оно увлажняет... И пыщики почему? Это возникает. Нужно больше увлажнять кожу, чтобы прыщей не было. И вот не все. Мыло подойдет для этого. Тоже хорошо пахнет. Не очень сильно. Да. Такой интересный запах. Майлд Бай Нейчер. Написано. 5 унций. 141 грамм. Да, кстати, такой прям хороший брусочек, да? Такой прям. Дети опробуют. Возможно, и нам закажут. То есть ты на детях хочешь или спробовать? Тестировать? Не ты... Тестировано на детях, да? Нет. А тут, кстати, написано, что не тестировано... А, нет, это в телефоне. Что эти все не тестированы на животных. Сразу на людях. Дальше. Вот это. Это у нас пока нужды в этом нет. У нас есть почти полный пузырек. И плюс у нас в аптеках это продается. Но я решила это заказать, чтобы показать другим людям, кто живет в Америке. Не только в Америке. Неважно, где вы живете, это можно заказать из любой точки мира. Сколько она там? 3-4 доллара стоит, да? В районе 5. Именно вот этот производитель в районе 5, да. А, наверное, немного запах. Вот этот. Т. Эн. Диккенс. Диккенсенс. Почему я показываю? Потому что я знаю, что на том побережье Америки нету в аптеках и магазинов. Мы живем там. Это родным, и они не смогли найти в аптеке это. И вот я вам сейчас показываю вот эту жидкость. Потом сейчас попозже расскажу, что это, для чего это. Найхерб продается. В районе 5 долларов она стоит. Ее обязательно надо иметь дома. Вот скажи, Воп, да? Это то, что американцы говорят must have. Это обязательно она должна быть дома. Такая крутая жидкость. Вот пример. Помнишь, мы были когда в этом, в Ривьере Майе, в Мексике. Коля себе живот водорослями порезал. И он пришел домой. У него настолько была на животе кожа воспаленная. Я ему прям примочки. Залила, взяла много туалетной бумаги. Ничего под рукой не было. Вот этим всем залила, положила ему. И он ночь проспал. И утром у него вообще все спало. Все такое. Ранки просто были вот эти сухие. И все. Палец я свой лечила. Помнишь? Чем я только не лечила. У меня ноготи вырезали. Антибиотики пила. Мази разные. Это доктор она мне выписывала. Ничего не помогала. Начала вот эти компрессы делать. Я прям все время ходила с вот этой жидкостью. С компрессами. Только она мне помогла. Вообще она это. Снимает воспаление, покраснение написано. То есть ее никак там не рекомендуют. Как суперсредство. А мы поняли, что это суперсредство. Правильно? Вот написано. Аккуратное. Релиф. Облегчение. Для жирной, раздраженной, красной, поврежденной. Блемишт. Это наверное то, что красная. Ну раздраженная. И воспаленной кожи. Экстракт растения. Перевод я его читать не буду. Потому что ну ей мне понравится. Экстракт растения. Витч Хэзл. Вот. Поэтому это мы прям рекомендуем. У нас всегда есть пузырек. Мы его даже не прячем. У нас стоит все время на столешнице ванной. У меня чешется плечо. Вот здесь вот пятно. Ни с того, ни с сего. Не знаю почему. Ни к чему не привязано. Ни к одежде, ни к мылу. Ну ничем. Прям беру вот этой штуки на руку. Натираю чуть-чуть. И даю высохнуть. Потом одеваю одежду. Забык пора. Потом через пару дней снова это пятно зачешется. То же самое делаю. Здесь нет никаких синтетических, химических ингредиентов. Написано только, что здесь этот алкоголь, спирт 14%. Натурально дистиллированный. Это же не для внутреннего приема. И натурально дистиллированный вот этот вот экстракт. Или как там, ничего я сказал. Рекомендуем. Ссылку оставим под видео. Кто живет в Америке, я знаю, что у нас источник продается. А в других частях Америки, как мы поняли, это невозможно купить в аптеке. Только на Херк. Заказывайте и всегда имейте дома. Советуем. Дальше. Давай я покажу. Вот это суперсредство. Это монолауриновая кислота. Эта жирная кислота содержится только в материнском молоке и в кокосовом масле. Больше нигде нет. И ученые считают, что именно вот эта кислота жирная дает иммунитет в материнском молоке. Материнское молоко в смысле человеческое? Да. Или у всех мамашек? Материнское, наверное, человеческое. Вот. Можешь почитать себе и зрителям. Это, наверное, одно из редких, что веществ, которые доктора прописывают без рецепта. Ну, то есть рекомендуют при вирусах. Кто сильно болеет, вот это вот рекомендуют. Ну, вообще при пониженном иммунитете рекомендуют доктора здесь в Америке. Монолаурин. Жирная кислота, содержащаяся в кокосовом масле и присутствующая в грудном молоке. Помогает организму бороться с вирусами, грибками, инфекцией, патогенными бактериями. А также при борьбе с кожными заболеваниями, простудой, грибковыми патологиями, аллергиями, болезнями мочеполовой системы. Это доказано докторами. Вот эта кислота усиливает иммунитет. Оно, короче, как-то эта кислота обволакивает вирусы, бактерии и нейтрализует их. Поэтому вот это прям очень крутое средство. Особенно, когда только начинаешь болеть вирусами. Принимаешь... Но это надо превентивно. Когда вокруг тебя начинают болеть... Наверное, да. Да, вот здесь сейчас вокруг всё время болеют. А не когда ты... Первые признаки простуды, в тебя вирус уже проник, и ты прям сразу начинаешь пить. И облегчение 100% происходит. Прям не супер исцеляет, но в облегчённой форме всё проходит. И здесь получается, что 500 мг в одной капсуле, вот именно вот в этом. Одну, два раза в день с едой или с водой. Я не думаю, что это постоянно надо пить. Это именно когда вот прям... В сезон. Да, в сезон. Ну и плюс, когда только ты почувствовал. Регулярно вот этого ничего нельзя принимать. Хотя для тех, у кого пониженный макет, возможно, и полезно попиться там пару месяцев. Короче, тоже оставлю ссылку вот на это под видео. Почитайте отзывы на сайте iHerb. Вообще, почитайте, поизучайте. Это очень-очень потрясающее средство. Вот это. Вот это я никогда не покупала. Ну и решила себя побаловать. Я очень люблю соль магния. И она успокаивает, снимает смысл. Смысл с мышц. Усталость с мышц. И, короче, расслабляет, как это сказать? Облегчает. Облегчает боли в мышцах. И вот это скраб. И именно вот этот производитель. Доктор Тилс. Который самый популярный в продукции с салями магния. Мы ему доверяем. Он делает прям исключительно хорошие эти товары. И вот этот скраб с салями магния и с эвкалиптом. И еще с мятным маслом. Но я же не как-то пахнует потрясающе. После ванны, наверное, после принятия будет хорошенько натереться им. И смыть это будет супер. А он что, даже не засилен? Странно. Пахнет офигенски. Ну, эвкалипт и мята. Ой, слушай, правда. Как какой-то люксовый скраб пахнет. Так не навязчиво, но очень приятно. Да, да, да. Нет вот этого, когда по мозгу аж бьет. Ну, а соль и магния, это вообще потрясающее нечто. И вообще магния полезно принимать для нервов, от нервов. Для успокоения, для расслабления. От нервов, от нервов, против нервов. Да. За нервов. Короче, решила попасть уверенно, что он просто не может быть плохим. Это средство из-за производителя, из-за состава. Я думаю, что я себе потом еще буду заказывать. И осталось два. Опять я вижу снейл. Да. Решила себе еще заказать тот крем, который я в прошлый раз заказала. Я в него влюблена. Это что-то потрясающее. Я ничего такого потрясающего в жизни еще не видела. Особенно для тех, у кого сухая кожа в сухой сезон. Это слизь улитки. Тот крем, естественно, я его использую, буду использовать. Решила заказать усиленную концентрацию этой слизи 96%. Давай, я открою. И это получается, что практически просто вот эта вот слизь улитки здесь будет. Такая вот скользкая, сопливая. Но увлажняет и кожу делает просто потрясающе. Я думаю, еще и для Коли. Может быть, я его буду заставлять руки мазать этим. А, здесь нажимаешь, оно выдавлено чуть-чуть. Да, давай, сначала покажи пузыречек. Корейский производитель. Читать название не знаю как. Просто, наверное, по буквам. С-О-С-Р-Экс. Косркс. Крем того же производителя в прошлый раз купила. И решила еще дальше экспериментировать. Потому что уверена, что это будет хорошо. У Сони хорошо работает вот эта жидкость от прыщиков. Ну, это менее густая, чем та, да? Да, там, наверное, какой-то загуститель. И там меньше слизи. Там именно крем. Они его загустили. А это просто слизь. Это концентрат. Улитки, да. И это экстра будет еще увлажнение. То есть я дополнительно буду. Плюс я хочу попробовать Коле на руки. Может, он согласится. И на ночь вот это наносить. Она реально круто работает. Мне кажется, это самое... Вот эти вот места. Муха на тобой летает. Потому что кто-то открывает двери по утрам. Запускает непрошенных гостей. Все? Да. Выговорился. Наконец-то. Написано, что для лица. Но мы будем его использовать не только для лица. Написано, сделано в Корее. Короче, ссылку на это тоже оставлю. Рекомендую. По крайней мере, тот... Это вот я еще не пробовала. Но крем это что-то с чем-то. Это просто бомба какая-то. Ну, и этого же производителя решила для себя еще попробовать тонер. Это уже без слизи улитки. Это тонер. Первая фаза ухода за кожей лица после очищения. То есть увлажнения. И он осветляет кожу. После Мексики у меня кожа не ахти. Никак не осветлилась. Много пятен. Без запаха. Они... Она натуральная косметика. Она у них вся без запаха. Тот же производитель. И... Братни. Осветляет. Осветляет. Отбеливает. Ну, а не только отбеливает. Он... Ну, сияющая кожа становится. А, пока. Сияет. Вот. А сияевающий эффект. Я не смог подобрать. В общем-то, такая тоже жидкость. Если вам интересно, зайдите на Херп. Я вам дам ссылку. И там почитайте в описании и в отзывах. И вы поймете, что это такое. Я почитала и поняла. Так, думаю, надо мне заказывать. Уверена, что я буду в восторге. Мне очень понравился этот производитель. Одним словом, вот такая у нас сегодня распаковка была. Еще раз повторю. У них какое-то время, я не знаю, когда закончится. У них акция 28%. Они дают на многие продукты. Продукцию на большинство, наверное, на продукции. Вот. Я вам оставлю купон-код под видео. И вы его при расчете будете вводить. И вам дадут скидку. То ли 10, то ли 15% в зависимости от продукции. Ну и плюс я вам ссылки на все это оставлю под видео. Все, вся-вся вот эта продукция, я уверена, просто обалденная. Ну что, друзья, у нас сегодня выходной. И мы едем в кафешку забирать еду в нашей семье. И мы не любим ходить в кафешке. Мы любим заказывать. Потому что кому-то шумно в кафе. Кому-то грязно. Кому-то еще что-то. Ну, короче, все любят комфорте посидеть. Поэтому мы заказываем еду онлайн. Едем, забираем и кушаем дома. Заказали. И сейчас поедем забирать свой онлайн-заказ. Наш местный колверс рядом с нашим домом. Недалеко от нашего дома. Вот. На улице здесь столики, стульчики. Еще напитки, да? Смотрите, сколько у нас еды. У нас хорошее, это уже надо проверять. Ага. Проходи. Thank you. Вообще. Тут очень много онлайн-ринс. Да, много всего заказали. Сейчас дома будет обжарство. Короче, такой большой заказ. Слушайте, а кто вот это еще? Шоколадное молоко, что ли, кто-то заказывал? Да. Да? Ну, вы даете. Мало того, что коктейль, еще шоколадное молоко. Так. Это семейный размер. Большая порция жареных луковых колец. Ей! А что, что-то много. Что, две порции заказали? Ты тоже сегодня себе заказала? Фэмили. Я не заказала. Фэмили сайз? Да. Так вы же объедитесь этих. А что столько... А это что? Анион ринг. Я не поняла. Вы что, только они аннион ринг заказали? Да. Я себе фэмили сайз беру. Ну, вы даете. Так, картошечка. А здесь, получается, заказы нормальные уже, да? Я надеюсь, нам все дали? Да. Тут, короче, разные чизбургеры, гамбургеры, да? Ладно, все, давайте, приступайте кушать. Так, ну что, мы приехали в нашу главную библиотеку нашего дистрикта. Недалеко от нашего дома. Это библиотека дистрикта 5-го города Спартанбурга. И детям надо здесь кое-что взять, поменять. А я немножечко хочу поснимать. Там внутри красиво. А вообще, вот там за библиотекой красивый парк. Какая-то памятная доска здесь. Памятная скамейка Декимур. И вот здесь можно, наверное, сдавать книги, да? Они автоматически потом отметят. А это видео здесь можно сдавать. Там, видимо, потом через компьютер пропустят. И отмечено будет, что сдали уже. Такая библиотека. Здесь можно за компьютером, бесплатный интернет, бесплатно за компьютером посидеть, поделать свои дела. Сейчас мы пойдем Никите, выберем какую-нибудь книгу. А Соня уже сдала, они с Вовы пошли в парк. Смотрите, здесь читальный зал, какой красивый. И какой вид из окна, сейчас вам покажу. Здесь очень красиво. Посмотрите, как это здесь красиво. Такой читальный зал. Садишься с книжечкой. Смотрите, здесь виды за окна, там парк. Там река внизу. И там где-то наши папа и Соня. И вокруг, вот тут постоянно столики. Везде столики стоят. Можно на улице посидеть. Обалденное местечко здесь. Я теперь понимаю, почему дети сюда стремятся, здесь встречаются, время проводят. Все, Майм, пойдем с тобой. Найдем книжки. А вот для подростков центр. Там можно поиграть в игры настольные, наверное. Здесь, видите, можно еще видео брать. Неужели кто-то DVD смотрит еще? Да, знаю. Так, здесь тоже, вот видите, уголочек. Это все для тинейджеров. Шахматы. А, шашки там. Здесь поваляться можно. Соня очень часто со своими друзьями или, ну, с вами подружками здесь встречается, общается. Ты хоть понимаешь, что ты хочешь взять, Никита? Да. Какие ты книжки хочешь? Эта. Non-fiction, невыдуманная. Нет. Даже кто-то с ребенком здесь. Как я отвыкла от плача. Никита сразу нашел Иван Маск. Будешь брать про Ивана Маска? Надо же, даже уже его книга есть. Давай, я посмотрю, что-нибудь. Ты серьезно будешь брать Ивана Маска? Ага. Про его детство? Ага. Тогда вот это достаточно или еще что-то больше? А вот раньше старинная библиотека так выглядела. О, даже отель был. У нас в городе Данка. А это вот такая улица была. Люблю старинные фотографии. Смотрите, на телегах ездили. Мы нашли книги на русском языке. Вы представляете? Подожди, можешь подержать? На секунду. Тут тоже есть свет. Дневник-неводочник, который ты читаешь на английском? Угу. А, слабака по это, по-русски. Похожи, да, картинки, все, только перевод. Что здесь еще есть? Бинк и Голи. Первый раз такое вижу. Что-то какие-то здесь такие книги, которые... На, держи Ивана Маска своего. Которых я даже не знаю. Нэнси и роскошный щенок. Слушайте, я сроду не знала, что здесь есть на русском языке. Книги для детей. Я просто потрясена. Интересно, для взрослых, наверное, тоже есть? Я бы что-нибудь сделала для взрослых почитать. У меня есть книги дома? Ну, я же все перечитала уже, зачитала до дыр. Так, ну это все, наверное, да? Дальше здесь, наверное, другие языки уже пошли. Судябов-то нет, на этих Американ. На английском. Наверное, вот тут какой-то другой язык, да? Не знаешь, какой это язык? Испанский? Испанский. Интересно, какие тут еще есть? Да, написано вот Spanish. Испанский, испанский, испанский. И русский. На русском языке небольшая палочка. Это на мультике, да? Красные диски. DVD-мультики разные. Смотрите, у них маленькая палочка есть на немецком, на русском и на испанском. Слушай, ну здесь еще иероглифы вот какие-то есть. Добро пожаловать. Да, видимо, немецкий. Вот только наша маленькая палочка. У меня что-то есть. Ой, Роксолана. Тарас Шевченко-Кабзар. Это, наверное, на украинском, я так понимаю. Николай II. Устинова Татьяна. Детективная, да? Звезды леса. Пушкин, Вьене Анидин. У меня есть дома. Мэри Роуз, бумажная звезда. Первый раз такое слышу. Дебра Куэн, любовник. Четыре рассказа бабели. Ой, Борис Акунин, статский советник. И Азазель. Ну, короче, ничего из того, что я хотела бы взять, почитать, здесь я не увидела. Маленькая, прям совсем скудная, да, на русском языке. Да и на остальных тоже не особо много. Кстати, есть такая информация, что здесь можно бесплатно взять ПЭС в парке годовой. А, во все парки? Да. Парковка? Да, парковка, только здесь бесплатно. Нужно, типа, как-то в очередь сновиться или заявление подать, что-то такое. Телинкин на испанском. На испанском? А, да, я смотрю. Знаете, сколько на испанском много? Что это? Прямо на испанском? Ну, это понятно, потому что здесь это, на испанском многие говорят. Да, он не нужен. Сразу видно, что детская библиотека, да? Все в игрушках. Очень уютно. Карта? Карта, карта чего? Спартанбург, каунти, наш. В нашей каунти вообще это графство переводится. Графство Спартанбург. Нашли здесь где-то, как его, муляж? Как он? Муляж. Мулет. Омлет. Белый дом. А это конгресс. Я бы это просто моделью назвал. Да? Муляж, потому что это должен быть, наверное, в натуральную величину. На разе? Ну, я думаю, да. Смотрите, стопка того, чего мы берем. А что ты на русском не стал книжку брать, дневниками, слабаками? Нет, я это прочитаю у нас быстрее, чем эту. Ну, надо учиться. Короче, вижу книгу рецепта. Думаю, Соня взяла это. Никита все, книгу рецепта. Никита хорошо готовит. Если он уберется, то он хорошо делает. Детская литература. Древний Рим. Холокост. И как это произошло, про то, как появился нацизм. Соня нашла рецепт дюк майонеза. Это майонез наш местный в Гринвиле. А там что, рецепт или там просто история? Какие рецепты? Ну, а, я думала, здесь история. Ну, наверняка должна быть история какая-то или нет. Ну, может быть. Наверное, это все, что можно приготовить с этим майонезом. Ну, да, это ведь кок-кок. Я думаю, да, что это для изучения. Брать книжки, читать, здесь изучать, писать что-то. Вот эти вот такие столики здесь стоят. Никита, здесь можно видеть. Вот смотри, история географии. Он хочет инженерию. То есть, нужно раздел искать. Смотрите, это предостережение. Если кто-то украдет из библиотеки что-либо, CD, видео, журналы, аудиотейпы, будет штраф 600 долларов. Это что, в тюрьму на 6 месяцев? Ужас какой. За книжку в тюрьму на 6 месяцев. Смотрите, какую мы интересную книгу нашли. Она огромная, тяжелая. Это книга «Газетные вырезки за 300 лет из Северной Америки преступлений». И вот, смотрите, здесь копии, фотокопии всех газетных статей. Перелесни, Соня. Ой, так. Ой, 30 умерли, 200 ранены. Морган офис. Ужас. Интересно. Это, наверное, сначала совсем старинные будут газеты, а под конец, наверное, будут уже... Понрави, перелесни совсем далеко. Ой, так. Да, а здесь уже совсем свежие. Это будет интересно, конечно. Для тех, кто любит детективы. О, смотри. Кеннеди. Какой-то год. Ноябрь 18 1973 года. Ой, вообще такие старые. Да. Это копии газет. Видите, как интересно. Супер. Я бы сами газеты такие полистала бы, посмотрела. Аудиокниги. Целый ряд аудиокниг. Я сначала не поняла, что это за коробочки. А это аудиокниги, оказывается. Можно сейчас на дисках. Еще есть какие-то есть другие вещи. На другой стороне. Еще здесь есть принтер, оказывается. Я не знала. Ты не знаешь, это бесплатно? Это принт или платно? Не знаешь? А где это принт? Бесплатно. А что это за игры? А, настольные. Братья, игра здесь. А ты с друзьями, когда приходил, брала-контель? Здесь слишком детские. Да, я просто здесь не смотрела что-то. Не видела их раньше, да? Че? А зачем здесь швейная машинка? Крэфт. Можно брать и делать, и шить? А? Да ладно, и бесплатно? Угу. Вот это да. Вот это что-то маленькое. Смотри, здесь еще другие вещи какие-то. Это что-то маленькое. Окей. А, это что такое? Для маленьких, для совсем маленьких. Ну, короче, разные расстольные игры для разных возрастов. То есть можно прийти сюда. Поэтому дети здесь и встречаются. Все, я удивлялась еще, почему сюда все едут. Соня помогает Никите по каталогу найти про инженерию. Не знаю, как правильно сказать по-русски. Книжку. У нас у Никиты мечта в НАСА работать. А вот видеоигры для разных приставок. Я еще Никите не показывала. Получается, можно только две, одну карточку брать, две игры. Написано, если приносите напитки, чтобы были крышки. С крышками только. И нужно выключить телефоны, на вибрации поставить. Телефонные звонки надо принимать только в лобби. На входе. Пока дети заняты поисками, я присела. Здесь так красиво. Я вот так до конца и не поняла этот уголочек для игр и крафтс-поделок. Эту швейную машинку, что ли, можно расчехлить и здесь шить? Или ее на дом дадут? Я так и не поняла. Скорее всего, это здесь нужно ее использовать. Но то, что швейную машинку в библиотеке можно брать, это, конечно, что-то новенькое. Покажи, какие ты в библиотеке книги взял. Астрономия и готовить рецепты. Вот видите, Никита пошел уже оформлять книги. Я хочу показать из окна, как здесь красиво. Там река. Сейчас я приближу. Железная дорога где-то орет. Вот здесь небольшая аллея и мост через реку. Мне очень нравится это местечко. Одна машинка. И рядом в книге, как жить. Так, все. И пойдем сейчас. Соня уже там, в парке. Пойдем, а сейчас чуть побудем. А мы пойдем сейчас к реке сходимся. Прогульнемся. Кстати, посмотрите здесь. Лов, как думаешь, это автобусная остановка какая-то? Кто-то кого-то может дождаться. А, беседка. Типа я, бывает, Соню сюда привожу и уезжаю. А потом приезжаю, она где-нибудь здесь может меня дождаться. Я видел, здесь люди дожидают, когда кто-то за ним приедет. Такая вот библиотека. Пойдем сейчас сходим к реке. Мы здесь в этом году еще не бывали в этом парке. В прошлом году часто сюда приезжали. Это недалеко от дома. Здесь столиков много. Такое вот лесок, река. Интересно, там вот фонари стоят вечером. Значит, они включаются вечером сюда, что ли, можно? Для чего это? Ой, ступеньки здесь, конечно. Еще те. А, нет, написано, что парк закрывается на... После, как, сансет, как это, закат, вот. Работает только до заката. То есть, я так понимаю, что вот эти фонарики, это чисто для того, чтобы те, кто в библиотеке, так библиотека-то поздно работает. Из окна была не темень, а освещенный парк. А, это домик, скворечник, да? Ага. Я говорю, муравей огроменный. Это скаут проекты, это есть еще. А, это бойскауты, да, проект их? Они повесили, да? Такая вот аллея здесь, со скамейками в нашей деревне. И по-прежнему я не понимаю, если это после заката закрыто, для чего здесь фонари. Здесь такой знак стоит, что все, что здесь растет, живет, все дикое. То есть, ничего здесь не сажалось, ничего не обустраивалось. И написано, что нужно соблюдать здесь правила. Нельзя растения срывать, нельзя животных кормить или ловить, наверное. И написано, что здесь, если вы играете, игры там на камнях строго не рекомендуется, и все на вашем собственном риске. И телефон, куда звонить, если вы себе что-то поломали. Какой здесь мостик. Дети уже ушли. А там прям сразу проезжая часть. Кстати, раньше там забор был, а сейчас что-то забор убрали. То есть, там теперь подъезд тоже есть. Ой, как я люблю паук. Как я люблю вот эти вот горные реки и звук воды. О, там даже водопад какой-то есть, я смотрю. Давай еще, Никит. Прыгай. Слышите звук? Ужас. Пошлите отсюда. Я думала, я кольца сломала. Библиотека с этой стороны. Стороны парка. Вот это большое панорамное окно. Река сейчас очень мелкая. Мы раньше здесь гуляли и видели, что, судя по состоянию почвы, вот здесь, по деревьям, по корням, вода доходит вот до этого уровня. Вот так вот. То есть, весной здесь река, это намного более наполненная, короче, дети зовут. Так. Ну что? Ой. Вот мне на радость по камням лазить. Получается, что вот этот камень бывает... Над ним еще метр воды, наверное. Метр, может быть, я преувеличиваю, но больше я однозначно. Тут мозги мы сейчас были. Очень люблю вот этот шум воды. Горные реки. Это вот все река Тайгер-Ривер. У нас рядом парк, рядом с нами Тайгер-Ривер. Потом это библиотека. Тайгер – это тигровая река. Вот эта библиотека, у нее тоже название, по-моему, так и есть она, Тайгер-Ривер Лайбрери. Вот такая у нас деревня. Хоть и деревня, но нам нравится. Ай, улетела. Хотела для вас красивую, черную, прям черную. Вот она, на камне. Не знаю, видно будет ли ее. Ой. Все, улетела. Почему-то они, да, здесь именно черные. Синяя, да? Ай, ну никак не дается. Ну, чем держатся эти огромные деревья. Видео так не передает, насколько мощные деревья и насколько вот эти вот корни размыты, подмыты. Ай, Соня, как ты их не боишься? Соня любит лягушек на руке. И что? Она же ужасная. Миленькая, смотри, какая. Она боится тебя. Ой, еще один, кажется. Все, пусть они дальше живут спокойно своей жизнью. Такой улесенький, миленький. Ты что, за лапу держишь, да? Да. И осторожно. Все, возвращаемся. Никита уговорил отца обратно вернуться в библиотеку. Он пошел что-то там еще искать. Инженер. Библиотека. Как я люблю в нашей местности вот эти старинные скамейки. Мне кажется, что ей лет сто, наверное. Где статуя? Где старенький? А, еще один доржалки там. А, ну это старый какой-то скворечник. Ага. Этот, построили бойскауты, которые уже старые. Ага. Уже давно выпустились из школы. Оказывается, эта библиотека старая, Соня мне сказала. Она говорит, что там даже в туалете обои наклеены. Ага. Пойдем сейчас посмотрим. Ну что, сходим в туалет. Свободен он. И думаем, правда, обои. Реально. Библиотека и стены с обоями. Сейчас такое уже не увидишь. Зато все чистенько, прибрано старенькое. Но все ухоженное, пахнет хорошо, знаете. Для малышей, чтобы залазить, помыть руки. Две кабинки. Обычная и одна кабинка для инвалидов. Смотрите, какой здесь фонарь еще. Пожарная символизация. Здесь же есть столик для переодевания малышей. Для смены подгузников. Там кто-то. Там кто-то есть. Идем. Пока Никита катал их изучает в компьютере. Хочу вам показать. Такой стульчик, подставка. Чтобы малышня могла. Ну, наверное, не только малышня. Допустим, небольшого роста люди. Чтобы могли доставать с верхних полочек. Карета подана. Ну что, друзья. Пришло время вернуться к теме участков и покупки земли. Мы все время... То есть я каждый день проверяю, не выставили ли на продажу в нашей местности участки. Это происходит крайне редко. Но вот произошло. Дорого. Недалеко от нас. Вот сейчас едем посмотреть. Мало того, что участки редко появляются на продажу. Так еще и нам тоже хочется, знаете, чтобы мы влюбились. Чтобы не абы что было. То есть, чтобы мы приехали туда, посмотрели на это место и поняли, мы хотим здесь жить. Правильно я говорю? Да. Чтобы не менять. Шило на мыло. Да. И то есть, тут получается сложности с двух сторон. Нам надо угодить. Ну и плюс, чтобы вообще участки продавались. А нам угодить. Мы сейчас едем и возмущаемся. Везде, везде вырубают леса. Строят что-то. Скоро вообще леса не останется. Экологи в Южной Каролине уже не просто в колокола бьют, уже орут. Вот, кстати, вот он, перекресток, тоже прямо рядом с нами. Здесь что-то со всех сторон делают. Раньше его смотри, насколько выше делают. Видишь? Его подняли на сколько. Вот он, это наше стороне. Да, слушай, правда. Что они здесь будут делать? Это прям буквально две минуты от нас, да? У меня такое ощущение, как будто они здесь большой перекресток делают. А для чего большой? Наверное, светофор здесь делают. Все такое. Может быть, здесь магазин хотят какой-нибудь построить. В общем-то, нам здесь нравится жить. Очень круто, что здесь осваиваются территории, что все застраивается. Ну, как инфраструктура появляется. Но, с другой стороны, невозможно землю купить. Плюс экология. Блин, три года всего лишь мы здесь. Все просто кардинально изменилось. Получается, что вот этот участок, он минуты 3-4 от нашего дома ездит, по большому счету. Вот за следующим перекрестком там где-то. Мне не нравится этот перекресток. Вот уже, я когда увидела на карте, поняла, что вот за этот перекресток. Мне он не очень нравится. Он такой какой-то, вон тот вот, где светофор. Здесь вечно какая-то пробка. Особенно в час пик. Да. А еще здесь куча знаков и простреленный знак. Смотрите. Знаки, надо сказать, во многих местах простреленные. Где-то вот с этой стороны, вот этим домом справа, ой, слева сейчас будет участок 115 тысяч. Представляете, два акра. Хотя, наверное, может быть место у нас здесь сейчас бойкое в данный момент. Вывески нигде нету. Вот этот? Так, а почему вывески нет? Мы уже тут круги нарезаем, нарезаем. Нет ни знаков, негде остановиться. То есть просто, да, вот этот вот лес. Сейчас я его подольше сделаю. И он плюс под горкой, да, получается. Два акра. А как на него попасть, на этот участник? Я не знаю, как даже его посмотреть. Вот, просто лес. И два акра. Ну, то есть это достаточно приличный кусок земли. Вот, вот этот вот лес. А и он под горку еще. Его вырубать надо еще будет. Не, ну, я уже поняла, что как-то это... Не, мы сейчас к чужим людям заедем. Не молчу заеду. Все, мы уже проехали. Мы не можем ни остановиться, ни выйти посмотреть. То есть это надо, знаете, как договариваться. С кем? С продавцом контактировать, что приехал, что все показал, рассказал. Но я уже не хочу. Дорога вот эта вот достаточно бойкая. Ну, кстати, да. И плюс там сплошной лес и под горкой. Мне, кстати, тоже не нравится. То есть это будет туда вода стекать? Опять, то, что мы и предыдущие разы с того ездили, все доступные участки в нашей местности, это какие-то болота. Ну, не болота, а вот такие низинные места. Ладно, все, мы все равно уже это. Я уже не хочу. Я прям сразу вот это вот какие-то сложности, какие-то вот это... Если ты отдаешь 115 тысяч за два акра, так он должен, знаете, вот вы должны подъехать и выполнить вообще красота. Вот сейчас я вам покажу. Например, как это должно быть. Ну, вот что-то типа вот этого, да, на горочке как-то вот открытое что-то должно быть. Сзади лесок, спереди полянка как-то. Ну и плюс вот эта дорога. Я забыл упомянуть ручеек. Да? Сейчас, коль мы находимся недалеко от того места, которое мы хотели бы вам показать, вернее, как это место мы хотели бы показать местным жителям, кто вот здесь живет, обрадовать немножечко. У нас здесь будут строить магазин «Алди». Мы сейчас поедем на то место, где будут, ну, где планируют. Уже выкупили землю, и уже 100% будут строить «Алди». Поэтому я хочу немножечко наших местных здесь обрадовать. Близость магазинов – это очень удобно. А здесь все на больших расстояниях, и даже самые ближайшие. Инглс у нас на каком расстоянии? Минут 7-10? Да нет, 5 минут. Вот, ну, хочется, чтобы поразнообразнее были магазины. У нас только Инглс и Паблекс вот такой доступности. А хочется и немецкие там, чтобы было поближе. Конечно, Лидл бы больше нас обрадовал, так как мы хлеб исключительно там покупаем. Да, нам как-то «Алди» не особо зашел. Мы там только шоколад покупаем и пиццу иногда. А в Лидле мы много что. Регулярно прям вот молоко, хлеб, вот такие вот какие-то овощи там. Короче, много чего мы там покупаем, и поэтому Лидл мы были бы очень рады. Вот мы приехали на место показать банк недалеко от нас. Это какой-то маленький совсем банк, да? Слушай, работает что ли? Там, мне кажется, люди. Нет, ну, это там, видимо, приехали в банкомат. Ну, в воскресенье просто сегодня. Пишечку немножко подснять. Короче, там Инглс за вот этими деревьями. Магазин там Паблекс. И вот эту землю, хотя написано, что available, но я точно знаю, это я в новостях смотрела, что ее уже выкупили под строительство «Алди». По крайней мере, в новостях так я увидела. А в новостях обычно не врут. Вот, поэтому поздравляю нас всех здесь местных с открытием еще одного магазина. Были поблизости с магазином Инглс, решили заехать. И я вам сейчас кое-что покажу. Уже показывала, мне кажется, я постоянно восхищаюсь этим знаком. Прямо рядом с входом в магазин парковка, только специально для родителей с детьми, с маленькими. Чтоб можно было в тележках сразу посадить. Зачем мы приехали в магазин Инглс? Мы приехали купить французский багет, батон, бутеры сделать. У нас Светлана в прошлый раз, риэлтор, когда мы были у наших застройщиков, уже наших, ну, вообще наших местных, русскоязычных, я имею в виду, настолько впечатлила этими бутерами, что мы купили мясо такое, которое она использовала, ну, костка итальянская. И мы уже делали бутер, и нам понравилось. Такие же решили еще съездить. Сейчас купить багет. И еще хотим вам рассказать одну очень интересную, полезную информацию. Полезную для местных. Для местных Светкоежек. Ага, Вова, иногда смотрю, с Никитой их нету, исчезли. Так, думаю, 100% поехали за понами. Здесь местные поны в Инглс в магазине. Очень вкусные. Мне даже больше они нравятся, чем Криспи Крим. Криспи Крим более жирные, знаете, такие, прям из маргарина вкус. А это более легкое, это тесто сдобное, дрожжевое тесто. И вот здесь пончики, на мой взгляд, одни из самых вкусных, которые у нас можно купить. И вот смотрите, наверное, может быть, видели раньше. После шести вечера до закрытия магазина получается, что пончики дешевле в два раза. Вот цена одного. Доллар обычно. А после шести вечера два пончика по вот этой цене. Ну, по вот этой. То есть они такие же свежие. Их утром испекли здесь каждый день свежие. То есть их пекут рано утром и выкладывают. Мы в прошлый раз с Никитой сюда приехали. Он стоит здесь, я вот здесь. И я беру вот эти пончики. И я тянусь и поднимаю пончик. А она, вот эта вот площадка, она полностью заполнена. Я беру крайний пончик. А он прилип. А мне неудобно. Я тянусь. Как это все посыпалось здесь? А здесь стоит Никита. Это все на Никиту. Вот так ужас. Я не знаю, штук шесть или семь на него упал. Кошмар. А тут за 12 еще очередь. Короче, за местных пончики очень вкусные. И после шести они свежие. Они сегодняшнего дня. Они, кстати, каждый день их пекут. А вечером они их выкинут. Да, если они то, что они продадут, они их выкинут. Или, возможно, они футбанк сдадут. Это большая вероятность тоже есть. Я знаю, что креский крем выкидывают. Такой мешок наваливают и выкидывают. Пончики обалденные. Очень вкусные. Особенно с начинкой. Мне нравятся с фруктовые. Я, конечно, искушаюсь на эти блинчики. Блинчики. Пончики хожу, облизываюсь. Вот. Ну, короче, то, кто рядом живет, советую. После шести приезжайте, набирайте. Так, ну и мы за батоном. Здесь, конечно, стоимость батонов ужасная. Это или не это? Вот такой один возьмем батончик. Хватит на бутеры. Маленькие перебродики получаются. Цены, конечно, здесь на эти, на выпечку. Ну, вот такую вот там хлеб, батон. Смотрите, 3. 78 за 1. А ты сколько думал? Я думал, может быть, 2. Сейчас уже в 2 вообще нигде не дадешь, если только в лиду. Мы выехали поснимать. Никто из нас не взял кошелек. У Вовы были наличные в машине 4 доллара. Мы обычно платим на кассе самоотслуживания. А в этот раз пришли, облизнулись. Оказывается, там наличными нельзя расплачивать. Так в какой причине? Что не так-то? Сдачи, наверное, нету, да? Пришлось заплатить в обычной кассе. А еще, смотрите, возле каждого магазина сейчас стоит море хризантем цветущих. Однолетних, двулетних, они же разные бывают. И я раньше удивлялась, почему здесь самый популярный цветок осенью здесь на продажу. А теперь я поняла. Это цветок, который здесь растет практически без ухода. Его поливать не надо. Он там сам как-то обходится. То есть он нетребовательный к влаге. Его жуки вообще не любят, потому что там даже из него какое-то вещество добывают. Из этих хризантем для инсектицидов вообще в производстве. Получается, что это самое-самое удобное растение. Хоть все хризантемы этими засаживай. А они здесь цветут месяца три. И получается, что это самый выгодный цветок в этой местности. Они у нас цветут уже, наверное, с конца июля, да? Ну, только бутончики появились. И будут цвести, наверное, до ноября. А может быть и до декабря. Их совершенно, вот они не требуют никакого ухода. Это самое удобное. А вот эти розы, эти георгины вообще. Особенно георгины. Нет, но георгины сейчас окей. Потому что сейчас нет такой жары. Нет, они опять, я вышла посмотрела, они какие-то больные. Опять листья чем-то покрылись. Да, может быть они уже просто уходят. Нет, это сейчас их как раз, их время сейчас вот именно. Но опять какая-то на них болезнь. Видимо, роса какая-то села. И не знаю, какими-то пятнами покрылись бледными. Едем мимо тех апартиков, где мы раньше жили. Что-то захотелось так заехать, посмотреть. С Вовой только поговорили. У нас не очень хорошая ассоциация с этими апартиками. Хоть мы и жили, сколько мы здесь? Полгода прожили? С июня. Июль, август, сентябрь, октябрь. И чуть-чуть июнь. Четыре с половиной месяца. Чуть-чуть ноябрь. А должны были прожить чуть-чуть июль, июль и почти весь август. Да, договор был на три месяца. Кто у нас недавно смотрит, вот тут мы, когда только переехали в Южную Каролину, вот этих апартиках жили где-то вот здесь. И у нас только за это время каких-то неприятных моментов возникло. И с домом у нас какие-то сложности с покупкой были, вот это переживание. Потом у нас здесь эти блохи были. Котя у нас тут вообще жить не могла. Котя по полу не ходила, она только прыгала по диванам. А если на пол надо было ей ступить, то она просто пробегала. Мы у нее там вытравливали, она опять ими заражалась. Домой привезли, когда уже в свой построенный дом ее все почистили. То есть она здесь измучилась. И какие-то такие прям не очень хорошие ассоциации у нас с этим местом. Но все равно, тем не менее, решили заехать. На самом деле, кто только переезжает сюда, вот эти апартики, переждать, пережить какое-то время, они относительно недорогие. У них хорошие отзывы. Здесь вот бассейн есть, здесь спортзал даже есть какой-то небольшой. Так мы эти апартики выбрали, они были близки ко всем нашим школам, к нашему дому, который строился. И в нем можно было с животными. Да. То есть все удобно. Я вам сейчас покажу название. Это тоже для тех, кто хочет переехать в Южную Каролину или собирается и выбирает жилье. Где? Так, а сколько мы полторы тысячи где-то платили? Но мы платили из-за того, что там машинка была, сушилка и стиралка машинки были, да? Полторы тысячи где-то или тысячи триста? Да, решился апартмент, они называются. Вот, я сейчас вывеску покажу вам. Мы много платили из-за того, что у нас short term был. Да, да. Мы на короткое время сняли. А на год тут значительно дешевле будет, в принципе. Нет, на полгода. Минимально шесть месяцев здесь нет. Нет, я говорю, что если вы будете на год снимать, и у вас будет своя машинка, стиралка и сушилка, потом которую вы в дом к себе перевезете, то это будет значительно дешевле. Потому что почему-то за вот эти две машинки здесь надо доплачивать каждый месяц. Гараж мы не снимали. У нас была одна машина, и нам не было смысла и вещей. Нечего было прятать в гараж. Мы ничего не привезли. Да, гараж отдельно нужно было платить. И тоже в районе 110, по-моему, долларов, да? Я уже не помню. Поэтому вот такую небольшую информацию закинули вам. А еще, почему у меня плохие ассоциации, там настолько тонкие стены были, вот знаете, как через картонку все было слышно. И пол, дети наши, если проходили, то нижние соседи с ума сходили. Они вызывали сразу полицию. Если они ночью прошлись. Да, и даже полицию вызывали. Из того, что ночью кто-то проходил. А мы не бегали, ничего, мы спать ложились. У нас вообще положено в нашей семье не позже 10 спать ложиться. По крайней мере, раньше так было. Сейчас детей сложно уже уложить. И все равно даже полицию на нас вызывали. Лишь только потому, что мы просто проходили. Да, вот там в туалет сходить куда-то. Купаться вообще нельзя было. Главное, вызывали полицию и говорили, что у нас очень громко. Женщина, я помню, тогда полицейская пришла и говорит, соседи на вас жалуются, что у вас очень громко, телевизор работает. Я говорю, заходите. У нас даже нет телевизора. У нас действительно на тот момент даже телевизора не было. Мы ничего такого не покупали до тех пор, пока не въехали в свой дом. А купаться, если мы после 9 купаемся, то это вообще, это катастрофа. Я не знаю, почему так это купаются они, что ли, редко купались. Соседи снизу. Нет, они жаловались на то, что они работают по ночам, а днем отсыпаются. А на нас они жаловались в выходные дни обычно. Ну, мы же не виноваты, что мы с днем должны летать. Ну, короче, огребли по полной программе в этих апартиях. Хотя порекомендовали. Не, ну так, чтобы переждать какое-то время. Такие просто люди нам попались. Да, переждать время нормально. Не во всех же там комнатах блохи и снизу слые соседи. Вот, вот такой вот надо участок. Вот рядом спокойная дорога, спокойный район, тихий. Есть вот эта возвышенность, на которой построить дом. Вот яма, видишь, сразу яма. Ее наверняка будут продавать, потому что вот такие ровные, красивые участки, их совершенно даже не продают. Но мы будем ждать. Лучше не торопиться, лучше выждать свой момент, найти свое место. Хотя мы дождемся до такой степени, что будет золотом. Золотом надо будет расплачиваться. Тихая, спокойная деревня. Так, вот здесь живописно, красиво. Вот едешь и наслаждаешься видами природы. Какая-то атмосфера покоя, да, вот здесь? Ты знаешь, что 20 лет назад здесь были сплошные джунгли. Ничего вот этого не было. Это мы понаехали, все вот это вот понастроили. Ты бы наехал, да? Да. Ой, там прям такие красивые домики в этом районе. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...